здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачко в этом видео я врач диетолог натуропат борис скачко автор более 50 опубликованных книг и брошюр разных странах расскажу вам как пить воду правильно чтобы избавиться от морщин кожа реально самый большой орган в организме человека если вы не знаете как одновременно обеспечить правильное питание правильное употребление воды морщины могут образовываться легко и просто правильное питание обеспечивает белковый каркас кожи а вода этот каркас фактически натягивает как воздушный шарик и морщины исчезают вот если вы не знаете как правильно пить воду чтобы не нарушать правильное питание в организме морщины могут образовываться на любых участках тела и в этом видео вы узнаете часть информации а именно как пить воду чтобы избавиться от морщин на ногах такие морщины тоже могут появляться в организме при определенных способах употребления воды и несколько полезных советов диетолога я в этом видео дам итак первый полезный совет диетолога нужно знать как правильно пить воду утром уже пить натощак и вскоре после пробуждения чтобы как можно быстрее восстановить резервы воды потерянные вами во время ночного сна на потение на дыхание и на очищение крови через почки если вы не успели восстановить эти резервы кровь очень густая сердечно-сосудистая система работает с напряжением появляется со временем хроническая сердечная недостаточность и отеки на ногах а когда вы скомпенсируете то появятся и морщины второй полезный совет диетолога никогда нельзя пить воду менее чем за один час до начала любой физической нагрузки или тренировки эту воду вы быстро потеряете через потовые железы но износ сердечной мышцы у вас ускорится и хроническая сердечная недостаточность противное сердце будет у вас раньше поэтому ни в коем случае нельзя так пить воду а нужно правильно пить воду более чем за один час до начала физической нагрузки в этом случае вы можете создать резервы воды которые во время физической нагрузки и будете использовать это будет правильно в этом случае спортивное сердце у вас образовываться если и будет тоже от того как вы тренируетесь правильно третий совет диетолога нельзя пить воду во время занятий спортом либо во время физической нагрузки во время физической нагрузки время кровообращения резко сокращается а скорость движения крови резко увеличивается если в состоянии покоя время круговорота крови это 21 23 секунды то во время физической нагрузки это может быть и 2 и 3 секунды то есть поток крови резко увеличен и стоит вам употребить любую жидкость запустить пищеварительную систему резко быстрое всасывание воды в кровь резко увеличивается объем циркулирующей крови и спортивное сердце вам при таком способе тренировки обеспечена тренировка это не просто способность ваших мышц выполнить определенный объем работы это и способность вашего организма экономно расходовать созданные вы цените ткани в клетках резервы воды на снижение вязкости крови и на охлаждение организма путем испарения воды через кожу и легкие как только резервы воды начинают заканчиваться у вас выбор без выбора тренировку для здоровья нужно постепенно заканчивать если у вас появляется чувство жажды это говорит о том что резервы воды мобильные резервы воды у вас исчерпались если вы вынуждены продолжать физическую нагрузку я имею ввиду у вас марафонская дистанция неважно бег ходьба плавание изда на велосипеде вас выбора нет вы вынуждены пить воду увеличиваете объем циркулирующей крови формируете спортивное сердце сожалению смерть в 20 30 лет по этой причине по причине остановки сердца потому что сердце оказалось слишком большим и организм не может управлять его работой известно а долгожители вы марафонских видах спорта это 50 60 лет максимум просто спортивное сердце не дает возможности жить дольше и если у вас чувство жажды появилась я бы советовал вам спортивную нагрузку постепенно уменьшить и вот тут появляется еще один полезный совет диетолога нужно пить воду только после того как возможности вашей кардиореспираторной системы ее условия работы вернулись к исходному показателю иными словами не после окончания физической нагрузки нужно пить воду а после того как частота дыхания частота сокращение сердца и уровень артериального давления вернуться к исходным показателям вот только после этого когда кардиореспираторная система работает в оптимальном режиме можно и нужно пить воду еще один полезный совет диетолога нельзя пить воду во время посещения бани и либо сауны напомню баня либо сауна это тепловая нагрузка которая перегревает ваш организм и созданные вами резервы воды в санитоткани и в клетках на охлаждение организма проходит через кровь поддерживая оптимально низкую вязкость крови пока резервы воды созданные вами до посещения этих лечебных лечебно-оздоровительных учреждений присутствует у вас кровь более жидкая чувство жажды у вас отсутствует как только резервы воды начинают заканчиваться испарение воды из поверхности кожи и легких прекращается или уменьшается увеличивается вязкость крови и нагрузка на всю систему стоит вам выпить воду вы резко увеличили объем циркулирующей крови и уже даже не занимаясь спортом у вас формируется спортивное сердце с теми негативными последствиями которых я уже рассказал нужно правильно пить воду до посещения бани либо сауны несколько дней нужно изменить вашем системе питания употребление воды вашего образа жизни чтобы создав резервы воды в организме экономные правильно расходовать их во время посещения бани либо сауны то есть иными словами эти оздоровительные процедуры в этом случае реально дают вам оздоровление и очищение организма стоит выпить воду вас очищение организма заканчивается душа вода идет по коротком пути из кишечника в кровь и через потовые железы через органы дыхания если вы создали резервы воды клетках в организме то при перегревании идет выведение воды с растворенными в ней шлаками и токсинами из клеток через эту ткань через вашу кровь и в окружающую вас в виду в этом случае вы получаете тот результат за которым мы в баню и сауну пришли очищение организма оздоровление если вы не создали резервы а просто паритесь так как вы паритесь стоит вам выпить воду спортивное сердце у вас образуется и чем чаще вы вот так посещаете баню либо сауну тем раньше у вас спортивное сердце со всеми негативными результатами вот основные советы диетолога я вам дал конечно же важно и другие особенности учитывать при употреблении воды чтобы морщины на кожу у вас на коже ног у вас со временем не образовались но для этого я бы советовал вам просмотреть несколько десятков видео на моем другом канале школа доктора скачко там несколько десятков видео сезон 3 это как пить воду правильно и там есть разные видео которые расскажут которых я рассказываю как пить воду связи с различными событиями а вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих канала словами крепкого здоровья и разумного нему отношения а если вы хотите все-таки употреблять воду и во время занятий спортом и во время посещения бани сауны то я бы советовал вам такой простой комплекс минералов про баланс который способствует ощелачиванию крови благодаря этому снижается вязкость крови а также помогает экономнее расходовать те резервы воды которые были созданы в организме ранее в этом случае занятия спортом посещение бани либо сауны происходит более безопасных условиях потому что сердце будет работать на обеспечивать циркуляцию крови более низкой вязкости ну а если вам нужно больше информации не вопрос контакты вы видите вы можете обратиться за консультацией и я вам индивидуально расскажу как же использовать другие особенности здорового образа жизни зависимости от вашего пола возраста уровня здоровья погодных климатических экологических и других условий для достижения тех целей задач которую перед собой ставите до новых встреч на моих видео каналах школа доктора скачко и доктора скачко это youtube а также школа доктора скачко в instagram если это видео принесло вам пользу не забудьте поставить на это видео лайк если вы считаете что кому-то из ваших друзей знакомых родственников эта информация будет полезной можете сделать репост если вы еще не подписчик моего канала думаю время подписаться более 800 видео про здоровье для достижения активного долголетия на моем канале есть и вы свободное время можете эту информацию получить а в следующем видео я расскажу несколько больше о том как пить воду правильно чтобы избавиться от морщин на теле определенные употребления воды имеет в этом значение и это вы узнаете в следующем видео до новых встреч